Дорогие сестры! Дорогие сестры! Как вам кажется? Какое? Великий? Еще какое? Так как я человек и так как я ограничена в своих возможностях и стою на его путях, а пути его нелегкие, пути его вышние, пути его имеют для меня самые лучшие последствия, чем я могла бы вообще сама для себя и создать эти пути, поэтому самое важное слово в этом словосочетании, название – это слово «мой». Потому что я как душепопечитель, и вы, мы, женщины, нередко выслушиваем очень много жизненных историй, судеб, людей, где мы слышим о тех ситуациях жизненных, где нам приходится и нашим близким переживать. Но они создаются для нас по милости Божьей и по необдуманности нашей. И не будем роптать на этих путях, как Иов ни из одной своей речи не роптал на своего Создателя, но лишь просил, чтобы Бог удержал его на этих путях. Так и мы будем стойко стоять на них и не просить другой участи, иной участи, а лишь пройти все с достоинством, чтобы еще раз соприкоснуться с силами, которые как раз в сложных путях мы переживаем. Мы с вами, верующая истина, написанная в замечательной книге Библии, написанная для нас, не всегда нам помогает или не всегда мы пользуемся этими условиями для того, чтобы войти в состояние свободы, в состояние сил. Веровать и как сложно, и, в общем-то, и просто. Аминь. Веровать сложно, потому что слишком видимая причина наших переживаний, она бьет по нашим чувствам и эмоциям. Потому что так сложно выйти из зоны видимости и войти в зону веры. Потому что вера, она нам не видна. Потому что предлагается веровать еще в то, что не случилось. Аминь. Но так просто веровать, потому что я ощущаю абсолютную свою слабость и немощь. И что я могу сделать? Я не могу поменять ни людей, не могу поменять ни обстоятельства, ни условия, в которых живу. Поэтому мне веровать просто, потому что я больше ничего не могу. И слава Богу за нашу человеческую ограниченность. И вся человеческая цивилизация имеет такое очень печальное развитие. Мы все с вами знаем, что когда человек общался с Богом в центре вселенной, в центре мироздания, в центре сознания человека, был Бог. И никто не сомневался в том, что Бог является единственным центром нашего созерцания. И человек очень сильно ощущал зависимость от Бога. Вот если во второзаконии мы начнем читать, место перед тем, каким войти в землю обетованную, Бог дал повеление исполнять заповеди. Потому что все знали, что все, все в руках Божьих. Если вот в шестой главе мы начнем смотреть, что зависит от Бога, то вот во втором стихе уже здесь написано, ты должен бояться Бога, чтобы продлились дни твои. Это значит, что мои дни жизни продлятся в том случае, если я буду бояться Господа и ходить перед Ним смиренно. Далее, в третьем стихе, чтобы вы весьма размножились, значит, от увеличения моего численности и влияния здесь тоже зависит это от Бога. Далее, интересно, что он предлагает жить в домах, которые мы не строили, и пользоваться этими благами. И будешь есть, написано, и насыщаться в тех местах, которых ты не строил, не садил, не создавал эти условия. И берегитесь, да, чтобы ты не забыл Господа, который вывел тебя из дома рабства. Ибо Господь Бог твой, который среди тебя есть, Бог ревнитель, и чтобы не истребил он тебя с лица земли. И далее написано о том, что, чтобы тебе Бог сохранил жизнь, и чтобы ты не пошел в плен. И все знали о том, что нужно иметь с Господом очень крепкие отношения. И философской системой того времени был теоцентризм, все знают, да, теос, Бог, центр, теоцентризм. Но мы не должны забывать, что дьявол имеет свою цель в отношении нас. Он просто хочет нас погубить. Вот и все. И для этого он использует любые силы для того, чтобы отделить нас от Бога. И мы знаем, развитие далее человеческого сознания пошло так. Постепенно человек стал возвеличиваться, и пришло на смену теоцентризма такое мышление, да, как гуманизм. То есть человек – самая величайшая ценность. И многие системы, многие принципы стали постепенно склоняться к возвеличиванию и к более аккуратному отношению к человеку. А далее мы знаем, что все это в результате пришло к тому, что у нас на сегодняшний день такое мышление, то есть человек – это величайшая ценность. Если кто-то знает понятие антропоцентризм, да? То есть человек является центром мироздания. Все ради человека, и все создано для человека, для того, чтобы человек получал оптимальное наслаждение и удовлетворение. Так получается? И знаете, мы все с вами имеем последствия этого учения, этого понимания. Мы все с вами имеем предков, которые были в этом и впитывали всю эту культуру в себя. И в наших генах написаны последствия этого искривления. Понимаете, да? Потому что у нас есть очень сильная инерция. Сильная инерция пустить жизнь именно по этому потоку. И каждый из нас с трудом оставляет свое. Каждый из нас пытается держаться за свое. Так получается? Представляете, как Богу тяжело избавить нас от самих себя. Потому что мы же когтями же, мы же держимся за свое. И поэтому, теряя нечто свое, мы переживаем боль, наше сердце плачет, оно истекает кровью. Но Бог так хочет, чтобы мы были свободны от того, что очень крепко держим в своих руках. Потому что мы словами молимся, чтобы пойти Божьими путями, но очень не хотим при этом испытывать никаких ущемлений внутренних и душевных. Это наша с вами проблема и беда. И чтобы нам избавиться от этого, нужен очень сильный, очень сильный контроль над своими чувствами и над своими мыслями. Ежели мы в молитвах и словах призываем имя Божье и говорим, что я иду путями твоими, в итоге в быту, в очень простых ситуациях, нам очень тяжело переживать то, что наше своеволие бывает ущемлено, то, знаете, очень тяжелый момент для человека – это обретение мало-помалу безумия. Вот своим студентам я объясняю таким образом. Сейчас много людей пожилого возраста в безумном таком расслабленном состоянии. Обращали, да, внимание? То есть потеря связи с внешностью, полностью нахождение внутри себя, маниакальные ориентации. И я говорю о том, что безумие приходит постепенно, тогда, когда человек по чуть-чуть отпускает свой разум. То есть в каких-то ситуациях наш разум подсказывает нам – это нехорошо. Ты не должна так поступать. Бывает, да, подсказывает? Дух Святой, да, его мысли, Божьи мысли в наших мыслях говорят нам – тебе не нужно туда идти. Но если мы не прислушиваемся к этой помощи, к этой мысли, то мало-помало разум прекращает нам помогать. Это, знаете, это мой опыт изучения именно разума, понимания, какие силы у разума, и когда разума у человека явно не хватает. И знаете, у меня есть опыт такого, что и верующий человек начинает лишаться разума. У меня есть такой опыт, и я знаю, что такое быть очень даже может. Поэтому верующий человек особенно, потому что мы словами говорим одно, а можем линии в своей жизни не придерживаться этой, понимаете? Мы особенно подвержены этим всем вещам, поэтому должны четко понимать и чувствовать. Так вот, особенно, знаете, вот в период модернизма там такая идея была – Бог умер, да? То есть и сейчас человечество пытается так жить, что Бога нет, все, мы с вами потребители, только ни в коем случае не думайте, что вы какие-то великие, там, это Божье создание. Вам же нужно есть, пить хорошо, чтобы вас все понимали. И поэтому все учения и продукты – все для вас, пожалуйста, учения все гуманистические, следуйте, ничего дискомфортного не допускайте, у вас же нервы, сердце, надо же беречь, таблетки, все дела, да, ни в коем случае отрицательные эмоции, не переживайте, плохих людей отсылайте подальше, берегите свой внутренний мир. Это так, знаете, очень тонко, да, и можно уже начинать так мыслить. Ну вот в римлянам написано, что безумие состоит в том, что человек познал Бога, но не прославил Его как Бога, и в похотях сердец человек приобретает вот эту умственную слабость, умственную расслабленность, воцарить человека вместо Бога. А я знаю, что женщины, это слабое место у женщины, служить, вообще женщина, она служащая, да, она желает отдать себя, она желает принадлежать. Я правильно говорю? Девушка растет, и она желает принадлежать тому мужчине, и хочет весь свой ресурс вот прямо до конца, до конца отдать своему мужу. Потом, когда дети появляются своим детям, вот ради детей она может даже умереть, да? Мать, она может умереть ради детей. И таким образом мы можем иметь небольшой уклон в начале, и в конце оно может нести очень серьезные последствия, и можем оказаться вообще не в том месте. Например, всю себя отдавая мужу, служа ему полностью, без размышлений, удовлетворяя его все потребности, но мы не можем получить все желаемое от мужа, как мы ожидаем, потому что муж не Бог, муж человек, и не может воздать настолько, как мы хотим, потому что мы же знаем, как он должен нам воздать. У нас есть варианты. А так как он не воздает вот этими путями и элементами, у нас разочарование приходит. Поэтому мы делаем, и должны быть внимательны, нет ли в нашем таком сознании понимания того, что человек встал уже на место Бога, и он уже является центром моих целей, центром моих сил, которые уходят. И вот в Римлянам как раз в этом месте написано, что человек сделал себе вместо Бога поклонением человека. И я еще раз говорю о том, что это имеет огромные силы и огромную инерцию в наших ежедневных делах и в наших ежедневных вот таких реакциях. И нужно иметь понимание, вот почему нам не так просто устоять на путях Божьих, потому что нужно иметь огромное внутреннее сопротивление вот этой вот генетической инерции в нас. Понятно, да? Вот этот элемент, который раскрывая, нужно все время бороться и сопротивляться старой ветхой природе, которая хочет разрушить и упразднить величие Бога. И чтобы его очень полноценно пережить, моего Бога, я пользуюсь замечательным элементом, центром всего смысла моей жизни, это осознание креста. То, что произошло на кресте. Вы знаете, есть очень простое место, где говорится о том, что для погибающих слово о кресте есть что? Юродство. Написано это в 1 Коринфянам 1 главе. «Погибающие». Правильно, погибающие. «Мне и так уже очень сильно тяжело. Мне уже и так больше не остается никаких сил. То есть я погибающий, я погибаю. То есть вы мне что предлагаете? Еще и крест взять, то есть еще и взойти на него, ну то есть еще больше унизиться. Так говорит неверующий, так размышляет человек, отдаленный от Бога. Но здесь написано, а для нас спасаемых сила Божья. А кто мы такие спасаемые? Наверное, спасаемый тот, кто погибал, да? Так получается. Спасаемый тот, кто недавно погибал. Поэтому это мы с вами. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов. И знаете, вот когда мы выслушиваем действительно страдающих людей, но когда человек не хочет изменить ситуацию именно путем осознания умолиться и иметь смиренный дух, смириться перед Богом, то я как душепопечитель начинаю понимать, что я этого человека не смогу вернуть к полноценной жизни, потому что он хочет страдать, потому что он упивается своим страданием, потому что он не верит в силу Креста, он не может отпустить эту инерцию, страдать, обвинять, завидовать, желать, роптать. Но такие не могут полноценной жизнью жить, такие не могут свободно мыслить, творить, все сознание сразу зажимается и ограничиваются наши возможности. Поэтому слово о Кресте очень важное для нас. Нужно полностью погрузиться в состояние смирения. Я в своей жизни такую милость имею от Бога, когда я начинаю сильно утрировать свои, сейчас уже этого нет, это по молодости. По молодости, когда я была молодая жена, особенно остро чувствуешь какие-то неприятные нотки от мужа, потому что ты же как раз хотела как лучше, а получилось как всегда, и особенно жалко себя. И сидишь, и слезы пускаешь, сопли пускаешь, жалеешь себя. И знаете, вот такие моменты мне является, не знаю, как сказать, видение, не видение, но является прямо очень ярко Христос на Кресте в крови. И я благодарю Бога, что Он помогает мне поставить себя на место, потому что если кто уж страдает, так это точно не я. потому что Бог обложил просто милостью мой дом. Я не переживала никаких таких сильных, вообще никаких ни трагедий. Мы вот 25 лет в браке, я кроме благословения ничего не помню. Простите. Знаете, у меня вот есть все, все, что только можно пожелать. И я почему я иногда не бессильно в каких-то сопереживаниях, каких-то сильных трагедий я этого не переживала. Не давал мне Бог каких-то стрессов, потерь очень страшных. Поэтому вот поэтому не знаю, что поэтому. Благодарю Бога, что Он дает мне понимание своего Креста. вы знаете, жертва Богу дух сокрушенный. Мы знаем, что центром всякой силы является жертва. И первый Господь нам показал эту жертву, пример этой жертвы. И для меня это стало очень понятным и ясным. И мне стало нетрудно быть жертвой. Есть, я знаю, христианские учения, чтобы не быть жертвой, там, прочие все вещи. Но это смотря, как мы понимаем. Я не боюсь быть жертвой. Раз у нас есть очень яркий пример жертвы Бога, человека, Бога, поэтому я не считаю, что быть жертвой это что-то страшное. Не знаю, как вы воспринимаете меня. Я хочу, чтобы так, как я хотела, вы меня воспринимали. Следующее, то, что решено Господом и то, что имеет большое значение, это понятие единства. Единство с Ним. Чтобы пережить вот это вот мой великий Бог, предлагает Бог очень простой путь слиться с Ним воедино. Я потом приведу примеры наших героев, веры библейских героев, какая большая разница, когда человек знает своего великого Бога и какая основная часть народа тоже об этом знает, но это никак не выражается в их поступках. А особенность именно, я хочу, чтобы это стало нашей с вами особенностью, чтобы мы знали, что такое величие Бога, которое выражается в моих ежедневных поступках, потому что это очень имеет огромное значение на мое психологическое, моральное состояние, на состояние служить другому человеку, быть все время в работоспособном состоянии, быть нормальной женой, которая способна при виде мужа открыть дверь, возрадоваться и вдохновить его, которая способна принять детей любые сюрпризы и не быть унылой, ропчущей. Дети очень тяжело переносят маму, которая ворчит. Это не маму любого ворчащего человека, нам хочется удалиться просто от него. Это вот ворчание, что это есть ропот, который является грехом. Так вот, единство. И вот есть такое очень хорошее предложение у Бога быть в нем, и Бог говорит, что я буду еще и на них. То есть я в них, я на них. Я знаю, что мы все хотим очень сильно понять, как это, как это, потому что мы знаем, что если мы во Христе, то все будет абсолютно по-другому, все будет как-то в другом свете сразу. И знаете, матрешки, такие игрушки, и одна матрешка находится в глубине другой матрешки, но в ней, в самой матрешке тоже есть еще одна матрешка. И вот это понимание, что быть во Христе, и Христос в нас, и Он на нас, вот это вот такой образ, вот это вот такой образ внутри, то есть есть у меня внутри Христос, и снаружи есть на мне тоже Христос. И мне вот эта молитва Иисуса Христа в Иоанне в 17 главе раскрыла вот эту суть. «Когда Христос молился своему Отцу, Он очень упрашивал, чтобы Отец сделал таким образом, чтобы они, ученики, были в Нем». И вот если начать считать с 21 стиха, Он понимал вот эту важность единства, потому что Он физически уходил с земли. Вы знаете, когда я готовилась к этой проповеди, пришло такое понимание, что Христос не видел Бога так же, как мы с вами, вот так воплотив воочию. Понимаете, Он родился человеком, Он был ребенком, и Он Его тоже не видел, как это, где. Я, конечно, очень сильно могу заблуждаться и ошибаться, но вот эта мысль пришла ко мне, что Ему так же было веровать, как нам с вами, потому что Он не соединялся с Ним по видеосвязи и не видел как что. И Ему приходилось веровать точно так же, как нам с вами, иметь вот этот человеческий опыт общения с Богом. Но у Него было замечательное свойство, Он знал, что Он Его. Он Его. И вот это слово «Как ты отчего мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едины». Следующее такое очень важное. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будет едины, как мы едины». Я хочу, чтобы мы это слово читали не так, что это набор таких слов «мне, мы, они». Я хотела, чтобы мы получали сейчас слово откровение, прояснение нашего сознания, то, что мы являемся одним целым с Богом. То есть в нас живет Бог, а значит все остальное естественным образом трансформируется в Божью природу. То есть я в природе Божьей, моя природа Божья. Понимаете? Моя природа Божья природа. Но если мы крещением умирали, если мы уже умерли по плоти и воскресли от греха, и мы являемся жилищем Духа Святого, то я, например, имею дерзновение называться Божьей. Я Божья, а значит я имею серьезное внутреннее дерзновение иметь общее с Богом. Вот 24 стих. Хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде, основание мира. То есть таким образом они увидят мою славу, да, Христос подразумевает, что они увидят мою славу, а если они будут находиться в моей славе, то им будет очень легко жить на этой земле. Ну вот я верю, очень легко жить, не принимать близко к сердцу таких вот плотских, таких вот наших житейских вопросов. Это проблем даже, не хочу это называть, потому что чем ты духовнее, чем ты независимее от этого мира, эта проблема не является. Я думаю, что проблемой является именно уход и разрыв с Богом. вот что может быть проблемой. И Христос просит далее, да любовь, которую ты возлюбил, любовью, которую ты возлюбил меня, в них добудет, и я в них. И вот это понимание единства, оно очень важное, потому что даже Бог предлагает нам с нашим мужем, допустим, с супругом, быть в чем? В единстве. Предлагает быть в единстве. Но мы же, имея вот это последствия эгоистического понимания, считаем, что наша личность должна быть очень ярко проявлена. Она должна быть очень ярко проявлена, если она содействует обогащению нашей совместной жизни. Если сегодня мой муж не в духе, если он сегодня не может источать из себя радость, благословение, а мы же хотим, чтобы муж пришел и сказал, хорошая ты моя, я же весь день работал, думал, как тебя увижу, сразу же вот прямо обниму. так вот бывает наверное у кого-то. Муж обычно устал и приходит, потому что у него огромная ответственность нас всех обеспечивать. И знаете, так интересно, вот я вот думала все-таки, мужья же они редко вот так вот говорят о своих переживаниях, и просто мой муж говорил другому мужу вот эти вот свои переживания. Я же, это же, говорит, все на мне. То есть рождается еще один ребенок, я же должен это обеспечивать, это же я же с утра встаю, я понимаю, что у меня все должно быть. И это соблюдает всю его жизнь. То есть мужей соблюдает вот это вот. Я был инициатором этого всего. Вот этого всего, что имею, да, я вот все вот это теперь и должен хранить. Все вот это должен обеспечивать. И я знаю, что это нелегко. И я очень забочусь о мужа, чтобы он был в работоспособном состоянии, потому что он очень пытается нас всех удержать. И я вот чем могу, просто стараюсь поддерживать в нем вот это вдохновение. Потому что мы соединяемся с отцом в одном духе. И так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вот это понимание, что я своя. Это местописание там, где объясняется, что мы были отчуждены от общества Израиля. Общество Израильево это его народ. То есть есть Божий народ. А мы были никто. Понимаете, да? Ну никто мы с вами были. Мы нас не избирал. Но посредством крови Христа упала преграда и мы с вами причислены к числу Божьего народа. Я думаю, что это очень серьезное откровение для моего разума, чтобы знать с кем я, чтобы знать что я должна делать, какие мои главные шаги, какие мои важные мысли, чтобы не путались в голове все мысли подряд, чтобы мне знать какая главная. И третье напомню, первое это слово о кресте, которое дает мне принимать все в моей жизни по воле Божией со смирением и в надежде, что я пройду этот путь и стану гораздо сильнее. Вот я только таким образом считаю. И знаете, именно в нехороших ситуациях, в ситуациях, когда я страдаю, я становлюсь лучше. Я думаю, что у вас тоже это бывает, потому что мы с вами в состоянии страдания и в состоянии в каком-то стрессовом состоянии очень быстро пересматриваем все жизненные приоритеты. Аминь. Быстренько вот все с десятого поднимаем на второе, с шестого поднимаем на первое, все быстренько у нас разум проясняется и замечательно, и слава Богу, потому что только чистым сердцем увидит Бога, а страдания нам нужны для очищения. Это большая такая тема о страданиях, ее сейчас уже некогда рассматривать, но я думаю так, если Бог пострадал, а мы должны идти путем Его, то в страданиях ничего не должно быть для нас удивительного или ненормального. Аминь. Кто-нибудь скажите аминь громко. Слава Богу. Я в среде христиан. И последнее это веровать. Вот что значит веровать. Это такое, знаете, это тоже совершенно такое узкое мое понимание и представление. Веровать это значит присвоить. То есть я должна моего Бога присвоить для себя. То есть по первости когда мы узнаем о Боге, мы очень много ходим откровениями, пониманиями других людей. О да, 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 здорово. Такой Бог, да, у нас? О, хорошо. Какой у нас Бог? Здорово. У меня-то какой Бог? Вот. А у тебя какой? То есть мы говорим друг другу и мы живем верой друг друга и это нас вдохновляет, а потом какая-то сложная ситуация и мы ищем где ты? Бывает так? А мой? А у меня где? Так вот, здесь очень важно присвоить и сделать своим. опять же в отношениях супружеских очень ярко, потому что написано из двоих одно, из двоих одно. Муж это чужой человек, дети это свои, муж чужой. Да? Так мы думаем, потому что есть такие мысли, ну, может быть, не надо, может быть, это не мое. У всех же есть такие мысли, может, это не мое. В эфире же всяких мыслей тут навалом летает, залетают наши форточки, некоторые мы обдумываем, форточки надо закрывать и стоять твердо. Я обещал, это мое, я перед Богом это решила. Вместо того, чтобы бороться с мужем, ставить его на место, приучать его к чему-то, а я знаю, что каждый жена этим занимается, предлагает ему другие ценности вместо его ценностей, предлагает ему даже варианты ответов, как бы нужно ему было ответить, а не так, как он сейчас ответил. Муж уже смеется надо мной, да, сейчас ты мне скажешь, как я тебе должен был сказать, да, сейчас ты будешь рассказывать, какая ты замечательная, какой у тебя хороший характер. когда я пытаюсь покритиковать его реакцию. Раньше бы я обиделась, сейчас мне уже смешно. Что действительно, мы очень эгоистичные, самолюбивые люди, так нам тяжело отпустить все это. И действительно, так дико вот смотреть вот на прошлые годы, насколько я себя высоко ставила, да и сейчас тоже ставлю, так по милости Божьей только увидишь, думаешь, ох, опять я вылезла. Как мы себя обожествляем, поэтому у нас проблемы, сестры. Не нужно себя обожествлять, и у нас будут незначительные трудности, которые решаемы в Боге. И вместо того, чтобы считать своего мужа врагом, нужно его просто сделать своим. Это мой, это мой муж. Вот так нам сейчас нелегко, нам сейчас как-то трудно, и мы сейчас просто ошиблись, мы сейчас много плохого сказали, но он мой, и ни в коем случае внутри не поселить в сердце своем какой-то холодок или враждебность, да. и в отношении других людей, сестер, братьев, в церкви. Когда мы говорим он мой, а если он мой, он же не может быть плохим. Не может ведь? Он же мой, я его полюбила, я его люблю, моя сестра, мой брат, он не может быть плохим, ему может быть сейчас только трудно, ему может быть сейчас тяжело, он может сейчас быть в заблуждении, а мы с вами знаем, что мы все с вами под воздействием духов находимся, да, и наиболее слабые из нас подвержены искушениям, а наиболее сильные не подвержены искушениям, ну, отчасти на каком-то этапе, не совсем, нет, конечно, процесс развития и нашего становления твердости, я верю, что не прекращается до самой смерти, но мало помалу мы обретаем это совершенство, хотя совершенными нас нельзя назвать, аминь, но все-таки приобретаем совершенство, и вот это откровение понимания сделать своим, это значит нам Бог позволил все его присвоить для себя, вот все, что есть у него, даже сына, он нам отдал, отдал, мы его растерзали, вот так вот, но он отдал, не побоялся, отдал, да, мы увидели, какие мы злые, какие мы порочные, как мы вообще неразборчивые насколько, и это меня очень смиряет в жизненных ситуациях, когда я понимаю, что прежде чем иметь претензию в отношении других людей, проверить свое сердце, а ты-то вот сама-то находишься вот так вот, сколько ты требуешь вообще вот этого всего, приходит смирение, меньше хочется требовать, больше хочется дать, просто меньше говорить, хочется уже больше сделать, потому что жизнь настолько тяжела, тяжела, что я понимаю, вот как она мне тяжела, так и человеку тяжела, мне хочется облегчить его жизнь, сделать что-нибудь для него, чтобы он улыбнулся, порадовался, чтобы сказал слава Богу. Замечательная церковь, и вообще внимание, и вот ваше внимание, настолько оно благословляет, да, и относится действительно с таким любовью, искренностью, что от таких отношений хочется хочется быть еще лучше. И вот так Богом как раз и задумано, что Он любит нас, а мы любим других людей. Очень просто. То есть воспринимать Его Слово необходимо для себя лично, обращенное, личное ко мне. И я хочу привести примеры, три таких очень, на мой взгляд, показательных библейских примеров, где как раз личная вера человека, она оказала силу и влияние на общество. И оно продемонстрировало, что значит, когда человек считает, что Бог мой, и что значит, когда человек это тоже знает, но этого не понимает. Например, это место из главы чисел 14 главы здесь говорится об Иисусе Навине и Охалеве и десяти саглидотаев, с которыми они пошли. И они все шли, зная, что Бог дал им землю. Они все об этом знали. Но после того, как они усмотрели эту землю, посмотрели все благословения, которые на ней есть, но они там также увидели людей. Что эти люди, и они говорят, мы перед ними были как саранча. Что за соотношение получилось? Десять человек говорит, что мы не сможем туда войти. А два человека говорит, мы сможем туда зайти. Получается, у десяти человек информация осталась на уровне теории. Да, мой Бог великий, да, он нас вел, да, он нам дал, ну, дал. Но я-то не могу, ну, извини, Бог великий, а я-то жить-то мне, бороться-то мне, кулаками махать. И два человека являют вообще другое состояние, абсолютно другое состояние. Да, в втором-третьем стихе написано, что народ роптал, они там вообще стали заговариваться, да вообще Бог хотел, вообще Он хотел нас убить, так-то вообще Бог, что мы сейчас мертвыми будем, то есть вообще все вот попутали вообще полностью в голове. Да, они хотели поставить себе начальника и возвратиться в Египет. Как будто вот то, что Бог говорил, это все раз и упраздняется сразу же. Но другие двое человек говорили о том, что мы можем идти, ну знаете, вот еще здесь в 27 стихе написано, рассказывали земле и о невозможностях перейти в эту землю. То есть расширяли наши плотские глаза, страшили так, да, страшили так людей, чтобы люди совсем застрашились и не смогли зайти и стали распускать худую молву о земле. Да, не очень-то, знаете, там. Так вот, Иисус, да, и Навин, и Халев от такой реакции разодрали одежды в 6 главе и сказали, «Земля, которую мы проходили, была очень хороша. И если Господь милостив к нам, то войдем в землю эту и даст нам ее, в которой течет молоко и мед, только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли этой, ибо он достанется нам на съедение». Защиты у них не стало, а с нами есть там, да? А с нами Господь, не бойтесь их. Зачем бояться, если с нами Господь? То есть у них у двоих было совсем другое слово, слово понимания. И сказала всеобществе «Побить их камнями, но слава Господня написана воцарилась, явилась кине собрание и сказал Господь, доколе будет он не верить мне при всех знамениях». Видите, даже при наличии знамений и то человек слаб умом, чтобы поразмыслить и чтобы соотнести правильно вещи. Так и мы считаем, что обстоятельства некоторые невозможно решить в Господе, потому что они чрезвычайно велики. Но вера, состояние веры, единение с Богом может как это они велики, если мой Бог великий? Не может быть, чтобы все не отрегулировалось так, как нужно в Боге. Следующий момент Давид и Голиаф 1-й царь 17-й главе. Все знают эту чрезвычайно уникальную историю, когда Голиаф бегал и унижал общество Израилева. Да? Помните? Вот 17-я глава, 4-й стих. Услышал Саул и все израильтяне угрозы Голиафа и очень испугались и ужаснулись. Очень все ужаснулись. А Давид в 26-м стихе ходил интересовался что сделать тому человеку кто убьет его. Значит все не могут и все боятся. А он какой-то безумец. Он там в себе решил что он его убьет. Вот это безумие и есть сила. То есть ситуация плохая ужасная но ты такой безумный говоришь а мне этого блага. Вот у Артура Симоняна здесь замечательная проповедь не все во благо называется а все все действует все верующему содействует во благо или все во благо или как там вспомню я все к лучшему называется все к лучшему но начало проповеди говорит не для всех все к лучшему но не для всех для верующих Все к лучшему. Потому что Бог, Он говорит, Он стрелочник. Вот ты несешься по пути, пояс же не может свернуть, направо, налево, не может. Ты несешься, и тебе кажется, сейчас ты просто как, вот въедешь просто куда-то. Но Бог, Он до последнего смотрит за твоим сердцем. И Он стрелочник. И Он возьмет, раз только, переделает на другой путь. И ты уже уехал совсем в другое место. Было у вас такое ощущение? Ох, и миновало. А ты по состоянию был, сидел, думал, вот уже все, ты сейчас погибнешь просто. Ну, если состояние смирения мы находимся, да, принимаем, то Бог берет и обращает это все во благо. А я выхожу, я выхожу очищенной, терпеливой, умею любить, сострадать, понимать, оказывается. Приобретаю характер Христов. Да? Аминь. И вот Давид, весьма его это очень коснулось, что он хулит общество Израилево. Знаете, он такой ревнитель. Да, и в 32-м стихе он подошел к царю, да, и говорит, царь, дай-ка я его убью. А то вот... Да? Почитали, да? Его нужно убить, потому что пусть никто не падает духами за него. Они же вот на него смотрят, и, наверное, им страшно. А я его убью, и все, и вера у них сохранится, они будут веровать в Бога. Да? Раб твой пойдет и сразится с ним. Кто такой сильный человек? Это тот, кто берет ответственность на себя. Да? Мы говорим, не, я не смогу, я не... А тут выходит, да, какая-нибудь женщина, говорит, а я буду лидером. А потому что она... Я приму ответственность всю. Вот мы с вами... Откуда мудрость? Вот свяжись и сделаем, и научишься. А изначально откуда есть мудрость? Она ниоткуда не возьмется. Вот надо связаться с делом, и будешь уметь. И вот меня очень это благословило, состояние Давида, да, и он говорит ему в 43-м стихе, Голиаф-то говорит, проклинал Давида, да, своими богами. А Давид отвечал, ты идешь против меня с мечом и копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебе Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского, птицам небесным, и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. То есть один человек способен сделать нечто, чтобы Бог прославился. И это с вами мы, каждый из нас может сделать так, чтобы возвеличить и сделать сильным своего Бога, понимаете? Так же мы можем сделать слабым своего Бога. Но нам-то лучше, чтобы сильным. Я такую притчу ехала в поезде, прочитала. Один человек не веровал никак в Бога и говорит верующему человеку, ну, священнику, говорит, да я не верю вообще в твоего Бога. Я, говорит, да я и сам не верю в Бога, которого ты называешь Богом. Я тоже в такого не верю. поняли, да? Такой, что в него верить в такого Бога? Я верю в Бога всемогущего, в Бога великого. Он мне нужен. А твой там, он мне-то самому тоже не нужен. И последнее место писания это Даниил. Очень сильный муж Божий Даниил. Помните, когда вышло постановление, если кто в течение 30 дней, в 10 главе написано, будет просить у кого, какого-либо Бога или человека, кроме царя Дария, того бросить в львиный ров. Ну, так с предысторией, да? Даниил был очень уважаемый в глазах Дария. И он не то, что был просто уважаемым. Дарий видел Бога Даниила. Дарий каким-то образом ощутил величие Бога Даниила. Это мы узнаем из стиха. И он уважал Даниила и его Бога. То есть вот таким образом мы можем так верить и иметь своего Бога, что люди будут говорить «Я знаю Светлану и ее Бога знаю». Да? «Я знаю». Вот Татьяна верующий человек. Да? Она вот вот они серьезно относятся, если мы действительно Бога преподносим такой, какой Он есть на самом деле, великий. И если человек будет у кого-либо просить в течение 30 дней, с ним как поступить? Бросить в львиный ров. Это Даниила 6, 10 глава. Вот замечательно. Какая была реакция Даниила? Помните, нет? Вот сразу же. Десятая глава. Узнав Даниил, узнав, как только он узнал об этом, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна у него были открыты, да, когда он молился. И три раза в день перед открытыми окнами преклонял колени и молился своему Богу и славословил Его, как и прежде того. И узнал Даниил, что подписан такой указ, то пошел. Безумие, да? Но это есть мудрость. Вот этот страх, он не должен касаться верующих людей, понимаете? Страх. Мы же знаем, что мало по малу будут ущемлять нас во всем верующих людей, будут наносить нам какие-то неприятности, будут лишать нас, придумывать, как нас стеснить, понимаете, да? Если мы верующие, мы будем все равно нести на себе все трудности. один юрист как-то сказал одному верующему человеку, а верующий пытался, обратился к нему для защиты, ну, своей веры, понимаете, да? И юрист общался, общался, общался с ним, потом говорит, слушай, если ты имеешь такое убеждение, то значит, ты должен что-то, ну, заплатить, чем-то, пожертвовать, если это действительно твои убеждения, то есть ты настолько ищешь какой-то защиты, и действительно это очень важно, если у нас есть какое-то убеждение, мы должны заплатить за эти убеждения, понимаете? Ну, жертву какую-то должны быть готовы принести, вот это настоящее убеждение, а так это просто не сильное убеждение, ну, пока мне дают какую-то возможность, да, я буду свои убеждения распространять, а как скажут, посадят, вот и посмотрим, убеждение это у тебя или не убеждение и у меня, потому что я себе тоже задаю вопрос, сегодня году, в этом году этот закон, а в следующем году может быть другой закон, правда? Ну, такой, вот и я задаю себе вопрос, занимаюсь я миссионерской деятельностью или не занимаюсь? И как я буду выкручиваться? отвечая на вопросы. Так вот, Даниил молился, как и прежде. Сразу же, естественно, до него донесли. И в 14-й главе царь Дарий услышал, что придется выполнить все предписанное этим повелением, то есть бросить в львиный ров. И царь Дарий услышал это и сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила. Понимаете, вот мы ругаем начальников, ругаем, а вот если мы действительно в страхе Божьем ходим, то этот начальник будет пытаться нас спасти. Понимаете? Потому что он знает, что злого за нами ничего нет. Что мы мирные люди, только не наш бронепоезд. Мы мирные люди и от нас исходит только любовь и помощь. Потому что что мы можем сделать для неверующих? Мы можем им хотя бы помочь прожить вот этот период жизни, потому что он для них закончится судом. Понимаете? это нужно иметь просто понимание и сострадание этим людям. Он живет небольшой отрезок времени. Если можно, сделай что-то хорошее для человека в этой жизни. Положил в сердце своем спасти Даниила и до захождения солнца написано усиленно пытался избавить его, старался что-то сделать, чтобы спасти его. Ну и ему пришлось просто отчаяться в этих попытках, потому что помочь он больше ничем не мог ему. И после того, как Даниила бросили в ров, 20 стих, сказал Дарь Даниилу, бросили его. И он то, что мог, так вот, да? Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя. Муж проповедовал и акцентировал вот на этой фразе. Это просто удивительное понимание, то есть язычник, человек, не имеющий отношения к Богу, он знает Бога Даниила и говорит, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя, потому что он царь. Кто такой царь? Царь, который стоит во главе системы. Он понимает все, все ответственность, все, как работает система. И он, видя, что вот этот человек вот так вот без посвященно служит своему Богу вот с такой дисциплиной, вот с таким постоянством, понимаете, да? Вот с таким отречением и вот с такой, как оказалось, жертвой в связи с этим указом. Он не пошел и снова служил своему Богу. И он точно знал, это служитель. Понимаете, да? И он не мог не проникнуться уважением к такому человеку, который свою дисциплину не оставляет, даже несмотря на то, что условий больше нету. И он это и сказал, Бог твой, которому ты неизменна, то есть ты ему не изменяешь никогда. и он понял, что у Даниила какой-то великий Бог. Понимаете, да? Очень великий Бог. И такой Бог никогда не оставит своего служителя в тяжелой ситуации. такой Бог, раз ему так служат, разве он бросит, разве оставит? Он спасет тебя, был убежден Дарий. через жизнь и служение Даниила царю был известен его Бог и его величие. И он верил, что у этого Бога есть способность спасать. Аминь. И вот, не спав на рассвете, 20 стих, Дарий еле, как эту ночь провел, подойдя к рву, жалобным, написано голосом, жалобным голосом зовет Бог твой мог ли спасти тебя от львов, вот, знаете, которому ты, опять же, неизменно служишь. Он держится за каждое слово, за каждое понимание, за каждое то, за что держался сам Даниил, сам, говоря себе, что должно все закончиться хорошо, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от льва. Можно следующий стих? тогда Даниил сказали царю, царь, веки живи, Бог мой послал ангела своего и заградил пасть льва, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления. тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изорва, и поднят был Даниил изорва, и в 25 стихе Дарья написала повеление народам, уже народам, причем всем народам, племенам, всем, всем народам и племенам, ну всему миру, понимаете, мировое такое повеление всем людям написал, живущим на всей земле, мир вам да умножится, то есть, понимаете, он только что пережил просто что-то сверхъестественное, да, он пережил, он под впечатлением находится, мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Даниила, потому что он есть Бог живой, пресносущий, то есть вечно живущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно, он избавляет, сам видел, он избавляет, он совершает чудеса и знамения на небе и на земле, он избавил Даниила от силы львов, аминь, стояла печать после этого повеления. сестры дорогие, это возможно, нужно веровать, нужно это присвоить для себя, аминь, давайте помолимся, давайте помолимся нашему великому Богу, и пусть это для нас будет очень значимым, очень важным. Давайте сейчас в молитве еще раз скажем и добьемся в своем ежедневном хождении настоящего присвоения моего Бога для моей жизни, для моего ума, для моего сознания, для моей души, для моих чувств, для всей моей сущности. Боже Господь, я благодарю Тебя, что Ты раздал себя людям, Боже Господи, Ты каждой частичкой своей любви раздал себя людям, Боже Господи, я благодарю Тебя, Господи, что из Из этой частички может вырасти громадная, всепоглощающая любовь и сила Твоя, Боже, Господи. Ты не оставил нас без сил, Ты не оставил нас без любви Твоей. Господи, Ты благоволишь к нам, Ты милуешь нас, Господи, Боже. Огромное благословение есть у каждого верующего в Тебе, Боже, Господи. И я верю, что мы можем стоять и являть Тебя, Боже, Господи, чтобы ближний нас, он переживал Тебя из-за того, что мы сами веруем в Тебя. Господь Иисус, о Тебе благодарение, Тебе слава, Боже, Господи. Да не будем мы ущемлять, Господи, Тебя, Господи, своим неверием, Боже, и делать Тебя каким-то ничтожным и бесполезным для себя, для своей жизни, для своей ситуации. Боже, Господи, явись величием Твоим, да упразднится наше самолюбие, да возвеличится, Боже, Господи. Твое величие, хвала Тебе, Отец, и благодарение, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова